А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Здравствуй, Сергей. О чем сегодня пойдет речь? Поговорим об областной гребно-парусной регате. Эти соревнования состоялись уже в девятый раз. А начнем обзор своих бординга, картинга и мотокросса. В Губкине прошел Кубок личного открытого первенства по мотокроссу, который собрал более трех десятков спортсменов из Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой и Московской областей, а также из Краснодарского края. Возраст участников от 5 до 70. Соревнования проходили в шести классах. Самым многочисленным и зрелищным стал класс ветеран. Каждый заезд мотокросса был жарким в прямом и переносном смысле. Стояла 40-градусная жара. Призовые места в основном распределились между спортсменами нашей области. Серьезную конкуренцию белгородским гонщикам составил мотоклуб города Нововоронежа. Летний период богат на события для картингистов. На открытой трассе автоспортивного комплекса «Вираж» вторые выходные подряд проходили соревнования всероссийского масштаба. На этот раз зрелищные гонки состоялись в рамках чемпионата и первенства Центрального федерального округа. Также на «Вираже» провели кубок мэра города Белгорода. Участвовало более ста пилотов из разных уголков нашей страны. Среди прочих классов заезды прошли и в одном из самых мощных и ярких – КЗ-2. Успешнее остальных спортсменов оказались представители Москвы. Отметим, что качественная организация сразу нескольких крупных состязаний стоит серьезных усилий. Конечно, нагрузка большая и в организации есть всегда проблемы, есть сложности. Ну, в общем-то, мы всегда с ними справляемся, если что-то не получается, стараемся ошибки исправлять. Поэтому все, в общем-то, в штатном режиме пока. Следующая неделя, следующие выходные будем проводить чемпионат России, перенство России. Тоже во всех классах интересные события. Приглашаем благородцев поболеть за наших гонщиков. Продолжаем обзор новостью о динамичном и по-настоящему летнем спорте – кабельном вэкбординге. На центральном пляже областного центра прошел Кубок Первого Салюта. Участие в соревнованиях приняли райдеры из Москвы, Липецка, Старого Оскола и Белгорода, а также гости из Украины. Катались на воде и девушки – четверо из 35 заявившихся участников. В последнее время этот вид спорта активно развивается в нашем регионе. Ведь прошедшие состязания стали уже вторыми рейтинговыми стартами за этот год. Я думаю, что это последнее соревнование, закрывающее этот сезон. Но, как говорится, всему свое время. В следующем году обязательно что-то будет. Может быть, будет что-то еще осенью. Это действительно очень здоровский и хороший вид спорта, когда у вас все эмоции на воде, они совершенно отключаются. Вы переходите именно на свое хобби и на удовольствие. И в завершение – девятый областной гребнопарусной регате. Меры безопасности были повышенными. Сказались трагические события в Карелии начала лета. Спортсмены прошли серьезную переподготовку по части техники гребли, тактики и морского дела. На соревнования собрались команды из Старого Оскола, строителя, разумного, новоскольского района и Белгорода. Всего около ста спортсменов. Состязания проводились на четырех весельных шлюпках, как на веслах, так и под парусом. Состав экипажа – пять человек, четыре гребца и капитан. От каждой команды выставлялось четыре коллектива – старшая группа юношей, старшая группа девушек и, соответственно, две младшие группы. В итоге первое место в общекомандном зачете разделили гардомарины Старо-Оскольского отделения ДСА в России и Тайфун из строителя. И на этом у меня все. Напомню только о предстоящей встрече футбольного клуба «Энергомарш» с соперниками из «Орла», которая состоится в четверг 11 августа на главном стадионе Белгорода в 19 часов. Болеем за наших на трибунах или у экранов. Телерадиокомпания «Мир Белогорья» будет вести прямую трансляцию матча. С вами был Сергей Шрамко. Услышимся в эфире в четверг. Я, как обычно, буду комментировать для вас футбольную встречу. Спасибо, Сергей. Напомню, что спортивные обзоры выходят в эфир нашего канала по вторникам и пятницам.